Любовь Любовь Самый очевидный образ любви, так часто встречающийся в кино, та самая любовь с первого взгляда. Парень смотрит на девушку. Девушка смотрит на парня. Парень смотрит на парня. Кен смотрит на куклу Барби. Начало любви визуально должно выбиваться из повседневности. Время вокруг останавливается. Или же пространство кадра вокруг героев превращается в неразличимые цветные пятна. Или же камера наезжает на лицо персонажа. Все говорит нам, случилось нечто особенное. Как правило, зародившееся чувство отыгрывает актер. Но иногда проникнуть в его мысли и фантазии помогает визуальные приемы или компьютерная графика. Такой эффект легче всего воплотить в анимации, где все и так условно, и в ход могут идти нарушения законов физики и появление объектов, символизирующих в массовой культуре любовь. В первую очередь, сердечек. Другой важный стереотип, нашедший воплощение в мелодрамах и ром-комах, большие романтические жесты. Именно они отвечают за визуальную репрезентацию любви в кино. Ведь как еще доходчиво выразить чувство, если не через массовый танец или песню? Кто-то может сказать, что это нарушение личного пространства и принуждение к ответной реакции. Но что они понимают в романтике? Впрочем, часто это любовное томление выражается только одним из героев, когда чувство настолько переполняет, что персонаж начинает петь или танцевать. А вслед за признанием в любви или вместо него обязательно следует физическое подтверждение взаимных чувств. Это может быть и эротическая сцена, но на самом деле достаточно прелюдии или же самого распространенного образа любви в кино – поцелуи. Но все, о чем мы говорили выше, лишь ситуации, которые показывают различные стадии любви. А какие есть визуальные приемы? Съемка против солнца. Рапид. Ручная камера. Крупные и сверхкрупные планы. Так создается ощущение, как будто лица близко друг к другу. И неглубокий фокус, когда остальной мир не важен настолько, что остается как бы заблюренным. Любовь представляется в кино как нечто, что отличается от привычного течения жизни, и это можно выразить через изысканную мизансцену. Типичная романтическая сцена свидания чаще всего решена через клиповый монтаж счастливых моментов. Визуальный аналог фразы «Счастливые часов не наблюдают». Другой вариант – монтаж, который показывает, что прошло много времени. Ведь любовь – это не мгновение, и отношения часто разворачиваются на протяжении всей жизни. Развиваются, меняются сами и меняют себя. Пока в один момент все не закончится. И степень чувства мы поймем по тем страданиям, которые испытывает герой. Мало что так хорошо показывает любовь, как ее внезапный конец, или же ее невозможность. Любовь, безвременно завершившаяся, или несчастная, безответная. В этих случаях объект любовного томления может заменять какой-то предмет, символизирующий собой человека, уже ушедшего или не отвечающего взаимностью. Какой вообще может быть любовь? Иногда это спокойное чувство, и тогда в кино нужно передать это ощущение – статичными кадрами, крупными планами. Для других это в первую очередь страсть – с ручной камерой и рваным монтажом. Любовь может быть родительской. Есть любовь братьев и сестер. Любовь к Богу. Любовь к стране. Любовь к искусству. Так много разных видов любви, как и в мире она везде вокруг, ее невозможно ухватить. И тогда самый простой способ заявить о любви – просто сказать. Я люблю тебя. Спиздую кожу, Тэм. Я в любви с тобой. Снимай от этого! Впрочем, иногда все же лучше помолчать. Ведь когда не хватает слов, то за героев говорит музыка. Как правило, клавишная или скрипичная. И здесь любовь может предстать внезапным солнечным ударом. Вас ждут! Невыносимым приливом эмоций. О, пардон. Грустью от безвозвратно ушедшего счастья. На самом деле мы все примерно понимаем, что такое любовь и как она выглядит на экране. Можем даже пытаться объяснить, как любовь устроена и как именно кино формирует наше представление о ней. Но все равно, по-настоящему понять любовь невозможно. Да и нужно ли? Грустью от безвозвратно играет? На самом деле мы все равно battlefield mettre на чт temas. Интерlung. Продолжение следует...